Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает последний спокойный день на этой неделе. По сути, в центре нашего внимания в рамках текущей торговой сессии будут данные по темпам экономического роста Германии и Бразона в 9.00 и в 10.00 по GMT. А завтра уже будем фокусироваться на заседании американского регулятора. В четверг это заседание Банк Англии, а в пятницу данные по Non-Farm Perls, поэтому скучать точно не придется. На данный момент индекс доллара 103.30. Собственно, те же самые котировки, что и в конце прошлой недели, что и в начале этой. Ничего не меняется, потому что рынок не знает, что делать дальше. Открывать на данный момент позиции рискованно. Лучше дождаться фактически итогов заседания Федеризирова, послушать, что скажет Павло, и только после этого действуйте. Мы стараемся долгосрочно оценивать фундаментальный фон, смотреть на системные факторы и определять тенденции, которые могут сложиться и реализоваться за более такой растянутый промежуток времени. Это не разговор, а как о срочном трейдинге. Я надеюсь, вы это понимаете. По поводу индекса доллара. Конечно же, американская валюта сейчас следит за действиями Федеризирова. ФРС, в свою очередь, наблюдает за инфляцией. Инфляция складывается из множества компонентов, которые мы с вами разбираем, анализируем, как статистические дельные отчеты, по сути, каждую неделю. И тот фон, который сложился на данный момент, лично меня убеждает в том, что американский регулятор имеет все основания, чтобы не спешить с тем, чтобы менять вектор денежно-кредитной политики и начинать снижать ключевую процентную ставку. Еще некоторое время назад, признаю, мы были уверены в том, что ставка может быть снижена в марте. Но за последние две недели вышли очень сильные данные по показателям ВВП, по экономике в целом, если анализировать сектор промышленности, сферу услуг. Были сильные отчеты по рынку труда, признаки инфляции. Мы оцениваем глобальную ситуацию в мировой экономике, в том числе и из-за событий в Красном море, из-за роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. И прекрасно понимаем, что да, действительно есть дополнительные условия для того, чтобы инфляция, ну как минимум, не снижалась. А в отдельных регионах даже демонстрировала тенденцию к росту. Поэтому с тех пор, как эти данные начали приходить на рынок, мнение трейдеров изменилось. И сейчас вероятность того, что Федрезерв пойдет на снижение ставки в марте, составляет меньше 50%. Я предлагаю, ориентируясь на этот показатель ожидания рынка действия американского регулятора, не закладываться под то, что это важное событие будет анонсировано по итогам мартовского заседания. Я думаю, что это, скорее всего, будет в июне. Если вы согласны с этой точкой зрения, то пока что рано продавать доллар. Лучше рассматривать этот инструмент, как тот, который может выйти перед снижением на новый локальный максимум. Золото. 2032 доллара за тройскую консуль. Друзья, очень сильно за последнюю торговую сессию обвалились доходности 10-летних трежерей. Сейчас это уже показатель 4,05%. Сегодня мы опять же снижаемся. И изменился рыночный сантимент. 35% трейдеров находятся в длинных позициях. То есть, это меньшинство. То, как меняется сантимент в последние часы, это наталкивает нам мысль на то, что перед заседанием Федрезерва этот перекос может быть 30-70 или даже еще ниже. То есть, меньшинство все-таки будет находиться в длинных позициях. Я много раз уже подчеркивал, что когда меняется сантимент, ни в коем случае, друзья, если еще и крадет серьезный фундаментальный фон, не нужно сидеть в активе вместе с толпой. большинством. Поэтому я думаю, что сейчас уместно все-таки отказаться от коротких позиций по золоту и рассмотреть этот актив как сделка на покупку с целями 2,50-2,60. Эти ориентиры с учетом событий на Ближнем Востоке, инциденты с военной базой США могут быть достигнуты раньше, чем нам может показаться на первом этапе. По другим финансовым инструментам британская валюта против доллара 1,2710 опять же, еще один день без каких-либо изменений. Ждем заседания Банка Англии в четверг. Очень важные комментарии главы Банка Англии Бейли относительно сроков снижения ключевой процентной ставки. Я думаю, то, что Бейли будет щедр на жесткую риторику и на важность сохранения ставки высокой в течение длительного периода времени. Это необходимо сейчас британской валюте, чтобы выйти на новые максимумы. Европейская валюта против доллара 1,0825. Мы снижаемся. Я рекомендую не забывать про риторику Европейского центрального банка в лице Лагард, который тянется с прошлой недели относительно того, что вопрос изменения ключевой процентной ставки, он даже пока что не обсуждается. Но при этом есть существенный прогресс в снижении инфляции. В этот четверг выйдут данные по индексу потребительских цен в еврозоне. Январьские цифры. По прогнозам ожидается снижение как основного показателя, так и базовой инфляции. Если эти прогнозы реализуются, то, соответственно, после четверга и уже после заседания Федрезерва, я думаю, что у нас будет больше причин говорить о том, что Европейский центральный банк пойдет на смягчение политики раньше, чем мы думали еще неделю назад. И, собственно, по этой причине сейчас евро уже продают, потому что думают, что Европейский центральный банк и Федрезерв будут конкурировать за именно сроки первого решения по отказу финальному, отказу от жесткой монетарной политики. Я евро сейчас не торгую, потому что, опять же, в портфеле индекс доллара и эти два инструмента тесно коллируют между собой, поэтому вам тоже рекомендую выбрать что-то одно. Американский фондовый рынок S&P 500, мои поздравления, 4950 пунктов. Наша цель достигнута. Теперь, друзья, решайте, идти ли ва-банк и ждать тестирования планки 5000, либо уже отличный профит, который был показан в последней неделе. Тренд пойманный – это хорошая возможность, которая была использована, и сейчас время фиксироваться. Вот какое решение примете вы? Обязательно напишите в комментариях, думаете ли вы, что американский фондовый рынок будет дальше расти. Но если вы следите за моим контентом в течение длительного периода времени, знаете, что я обычно рискую. В данном случае, думаю, что можно замахнуться на психологический уровень 5000 пунктов. Тем более, что сейчас снижаются доходности трежерис, продолжается сезон квартальных отчетов, и я также жду очень интересные, хорошие корпоративные истории далее. Доллар иена 147.40. Тоже картина не меняется, точнее убеждение в том, что этот дуэт активов может выйти на новые локальные максимумы, Банк Японии ожидает подходящих условий для того, чтобы начать менять политику. Мы это знаем. Но эти условия вряд ли сложатся в ближайшее время, потому что инфляция продолжает исключительно снижаться. И пока картина не изменится, либо пока Банк Японии не даст нам сигнал о том, что всерьез рассматривает возможность ужесточения политики, не дожидаясь даже какого-то значительного прогресса в усилении инфляции, хотя, наверное, прогресс, слово мы опустим, просто не дожидаясь роста инфляции и выхода за пределы целевых значений, то тогда, может быть, я изменю свое представление о перспективах иены, но это не сейчас. И пара доллар-канадец, друзья, 1.3410. Этот дуэт активов снижается. Сейчас, учитывая то, что рынок нефти оказался на локальных максимумах, это, безусловно, оказало поддержку канадскому доллару. Впереди еще два важных отчета по индексам производственной активности и ВВП, которые выйдут на этой неделе, ожидается хорошая статистика, поэтому канадский доллар может локально еще больше упрощить позиции. И это вполне реалистичный сценарий, учитывая то, что американская валюта пока что топчется на месте и не может навязать свое лидерство другим инструментам. Я думаю, что канадскому доллару, если и хочется использовать шанс, то сейчас самое подходящее время. Поэтому рекомендую здесь смотреть на снижение этого дуэт актива в районе отметки 1.3350. И рынок нефти без изменений, я без сделок. Впереди заседание ОПЕК, которое состоится в этот четверг. Посмотрим, что будет сказано, какое решение, либо какая оценка соотношения спроса и предложений будет дана. После четверга уже решу, что с этим инструментом можно делать далее. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!